Всем привет! Сегодня я решила отправиться в магазин, поискать какие-нибудь необычные товары на полках. Я как-то уже делала обзор с фотками в своем инстаграм, но всегда можно найти что-то новое. Пойдем посмотрим. Сегодня мы идем в магазин Фредмайер. Это очень популярная торговая сеть здесь, в Орегоне и Вашингтоне. Местные ласково называют этот магазин Фреддис. Ну вот как раз то, о чем я и говорила. Welcome to Freddy's. Во-первых, меня всегда удивляет количество нарезанных фруктов в контейнерах, и это жутко невыгодно, потому что целое на нас можно купить за 2 или за 3 доллара. Но если вы спешите, это хороший вариант. Также для вашего удобства, пожалуйста, чесночок. Почищен и отварен. Свекла, а что еще? Лук. Все уже нарезано и упаковано. Также вы всегда увидите секции обычные и органик. Но, если честно, я не верю в то, что эти помидоры или эти тыквы лучше, поэтому, честно говоря, беру всегда самое обычное. Я, конечно, все понимаю. Консервировать кукурузу, консервировать горошек, даже морковь. Но вот с консервированной кукурузой в початках и с консервированной картошкой смириться очень сложно. Вот так это выглядит. Не знаю, как оно на вкус. Здесь даже есть консервированная ветчина спам. Она стала популярна во время Второй мировой войны, поскольку входила в рацион американских солдат. Кстати, в Ганаул, на Гавайях, есть фестиваль, который проводится в мае, посвященный этой ветчине. И я однажды была на таком фестивале. Кстати, сама ее не очень люблю, но знаю кое-кого, кто очень-очень любит ее с картошкой. Пожалуйста, моллюски, креветки в консервный банк. И даже устрицы, как говорится, за 2 доллара каждый может себе позволить. В рубрике «Удивительная рядом» у нас сегодня свиные ножки малинованные и приготовленная курица в консервной банке. Ну, красота же! Например, в поезде можно такую развернуть и наслаждаться. Очень популярно здесь вяленое мясо, вяленая говядина, вяленая индейка с разными вкусами, специями и вот еще вяленые сосиски. Вот такой вот сыр в баллончике. Прямо топ самых необычных продуктов. Но, как вы понимаете, в составе сыра там нет. Я, честно говоря, пробовать его боюсь. Очень популярны уже готовые бульоны. Вот видите, куриный, свекольный, смеси бульонов. Но, если честно, состав не внушает доверия, поэтому я бы такой, наверное, не взяла. Ряды с кока-колой и другой газировкой окружили меня. Я не сдаюсь. Но здесь есть кое-что, что я очень люблю. Это так называемое корневое пиво, root beer. Оно делается из корня растения сосафра с добавлением лакриции, корицы и других ингредиентов. Сейчас покажу. Вот в таких больших коробках можно его купить. Можно купить и отдельные бутылки. Кто-то говорит, что это американский квас, но не верьте, это неправда. Я думаю, интересно, зачем замораживать лимонад в консервных банках? Я впервые, честно говоря, это увидела сейчас. Но выглядит странно.